Сегодня сотни человек не дожидаются донорских органов, но мало дождаться его, главное, чтобы орган прижился. Сегодня есть технологии, которые решают обе эти проблемы. Причем технологии эти российские. Принтер Fabian 2.0 может печатать живые трехмерные ткани и конструкты. Это означает, что создание органа на основе собственного биологического материала стало реальностью. Российский принтер был собран по проекту Московской лаборатории биотехнологических исследований. Аналогов с точно таким же функционалом в мире пока нет. В то время как в России это уже второе усовершенствованное поколение биопринтера. Нет таких аналогов. Согласно независимым оценкам мы входим в пятерку лучших. С точки зрения мультифункциональности у нас есть уникальная способность печатать один сфероид в единицу времени. То есть другие компании пытались этот вопрос решить, но не смогли. То есть в этом смысле мы лидеры. Здесь мы добавили новые типы инструментов печати. Это одиночная печать тканями сфероидами и для гидрогелия двухкомпоментными мы можем печатать. С помощью нового программы с печеньем мы можем печатать совершенно новые конструкции, которые намного сложнее. Биогели сфероиды – это основа для биопринтинга, как чернила и бумага для обычной печати. На основе этих материалов принтер отечественного производства Fabian создает живые ткани. После печати они отправляются в специальную среду, где завершается процесс формирования. В камере создается необходимая температура для созревания клеток. В зависимости от типа сфероидов инкубационный период составляет от четырех дней до недели. Бумага и чернила для биопринтера тоже отечественные. Лаборатории их делают сами. Чернила мы в лаборатории используем так называемые тканевые сфероиды. Это конгломераты из клеток сферообразной формы. Они могут быть разного диаметра, от где-то 100 микрометров до 600-700 микрометров. Клетки под действием силы тяжести оседают на дно. И поскольку они не могут прилипнуть ко дну, они начинают склеиваться друг с другом, взаимодействовать друг с другом. И в итоге через сутки образуют шарик. Вот это и есть тканевый сфероид. В 2016 году ученым уже удалось напечатать на фабине щитовидную железу мыши. По внешнему виду орган отличается от природной формы. Но функционирует он точно так же. Железа принадлежит ко второму классу из четырех по сложности для печати. Первый класс – самый простой по структуре – кожа и хрящи. Четвертый класс – солидные органы. Они имеют сложное клеточное и конструктивное строение. Это почка, печень и сердце. По данным Российского трансплантологического общества, ежегодно в России эти органы пересаживают только 30% нуждающихся. Ученые уже сегодня работают на совершенствовании технологий биопринтинга. Один из последних экспериментов – создание условий для биофабрикации сфероидов в магнитном поле. Эта технология позволит печатать более сложные конструкты, слепливая сфероиды по принципу снежка. В планах наладить биопечать в космосе. В таких космических условиях созревание материала происходит гораздо быстрее. И такие эксперименты мы, собственно, проводим на сегодняшний день. И для этого мы используем разного типа супермагнетики, которые в больших концентрациях токсичны для клеток. И чтобы они были не токсичны, нужны условия микрогравитации. Поэтому мы говорим о проведении космического эксперимента. На самом деле это очень сложный эксперимент и с точки зрения логистики, и с точки зрения проведения экспериментов на МКС, потому что здесь требуется, естественно, помощь астронавтов, космонавтов. Помимо усложнений архитектоники, усложнений дизайна конструктов, мы можем еще говорить и об увеличении скорости печати. Вот, достаточно существенно. Уже сегодня успешно удалось напечатать щитовидную железу лабораторной мыши. Возможно, совсем скоро науке удастся решить главные проблемы трансплантации человеческих органов. Назарова Ольга, Виктор Рябов, Москва.